Разговор по чесноку на радио UFM Валентином Шаховаловым Валентин, здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли к нам на программу. Спасибо, что пригласили. И первый же вопрос, который беспокоит лично меня и ребят, которые смотрят нашу программу, особенно абитуриентов и не с нашей республики. Чем ваша Академия Творческой Молодежи отличается от других общественных организаций Казани и Татарстана? Да, действительно, Академия Творческой Молодежи существует уже достаточно давно, и таких организаций в Казани много, в республике их еще больше, которые работают с молодежью, с детьми, с разными категориями молодежи. И чем мы отличаемся? Чаще всего можно, наверное, так сказать, несколькими аспектами. Первое, это, конечно, цели и задачи, которые у каждой организации, они свои. Потом это целевой аудиторией мы отличаемся. Кто-то работает со студентами, кто-то работает с добровольцами, с волонтерами, кто-то работает с трудовыми отрядами. Мы, например, работаем с талантливой молодежью, с активной молодежью, и для себя основной целью ставим это вот... Мы являемся общественной организацией, как фактически институт гражданского общества, поэтому мы в своих проектах, в своих инициативах, мероприятиях делаем свой, может быть, и небольшой вклад в развитие гражданина нашей республики, гражданина Российской Федерации, в активного патриота, в порядочного, честного человека, со здоровым образом жизни, с какими-то правильными ценностями. И вот, если подводя итог моему ответу, все-таки отличаемся целями, людьми, которые формируют каждую молодежную организацию, ну и своими проектами и мероприятиями. А поподробнее о Академии Творческой Молодежи? Академия Творческой Молодежи существует с 2007 года. Эта организация образовалась по инициативе молодежного движения «Мы», который в 2005-2006 году реализовывал свои крупные проекты, была достаточно очень известной в республике Татарстан. Сейчас нам уже почти 10 лет всему этому нашему движению. Я являюсь третьим руководителем Академии Творческой Молодежи. Я являюсь фактически человеком, для которой Академия Творческой Молодежи было социальным лифтом. Я пришел активистом, участвовал в проектах, был тренером, в числе оргкомитета разных проектов. Вот потом, так как сменилось поколение, видимо, проявив свои какие-то лидерские задатки и качества, меня избрали полтора года назад руководителем этой организации, наши члены, наши активисты организации. Мы реализуем достаточно известные в республике проекты, такие как республиканский проект «Кадровый резерв», направленный на формирование молодежного кадрового резерва для республики Татарстан для разных отраслей, для государственных структур, для промышленного сектора, для предприятий, для студенческих советов, для общественных организаций разных. У нас за 7 лет реализации этого проекта достаточно известны успехи. То есть сейчас уже выпускники, вот я являюсь выпускником проекта «Кадровый резерв» в первом году, в 2009 году он был. И вот с этого момента наши ребята сейчас работают в министерствах, в ведомствах, в аппарате президента, в муниципальных районах они были специалистами после прохождения проекта, они были назначены начальниками отделов. Ну и просто общественные деятели, многие из которых сейчас возглавляют общественные организации, в том числе и молодежные. Проект «Республиканский молодежный форум», в котором в центре угла этого форума стоит идеи. Мы ищем ежегодно по республике лучшие идеи, проекты от молодежи, отбираем их по разным направлениям, предпринимательские проекты, социальные проекты, проекты на развитие муниципальных районов, спорте. Ну, в общем, там 10 площадок информации, маркетинг разный. И делаем такую большую выставку, куда приглашаем руководство республики, инвесторов, награждаем победителей и даем возможность для реализации своего личного проекта у себя в республике. Будь то просто стажировка в министерстве, где твой проект оценивают и говорят, что делать с ним дальше. Подходит он, не подходит. Чаще всего, конечно, такое отправляют на доработку. Но это вопрос уже личной инициативы. То есть вот есть форум как площадка, а уже дальше что с твоим проектом будет, это все-таки всегда зависит только от самого себя. Ну и проект форум, республиканский молодежный форум, является площадкой по отбору лучших идей и проектов на федеральные форумы, такие как Иволга, Таврида, форум на Клязьме. Ну, то есть это вот такие большие федеральные проекты, которые в том году проходили с участием Владимира Путина, там Дмитрия Анатольевича Медведева, с руководителями Российской Федерации. Проекты такие, которые еще у нас есть, это летний кампус президентской академии. Наша организация является таким центром формирования делегации республики Татарастан на летний кампус. Летний кампус — это большой образовательный форум, который проходит летом на территории горнолыжного комплекса «Казань». Туда приезжают лучшие студенты со всех вузов республики Российской академии народного хозяйства и лучшие студенты республики Татарастан. Там приезжают международные спикеры. Ну, в общем, это такой достаточно, на мой взгляд, конечно, самый мощный образовательный проект в республике, потому что там уровень спикеров зашкаливает. Ну, это вот, можно сказать, как межсезонье, да? То есть у нас учебный год прошел, летом за свои заслуги ты получаешь возможность побывать на этом кампусе и послушать таких мощных настоящих спикеров. Потом такие проекты нашей организации есть, как «Я Донор РТ». Проект существует достаточно, ну, вообще движение донорское достаточно долго уже, тоже там с 2005 года. Проект «Я Донор РТ» сейчас реализуется. Вот сегодня наши ребята, активисты, приехали из Набережных Челнов, там провели акцию по сбору донорской крови. Вот ежемесячно мы сейчас проводим акции в Казани, в Альметьевске, в Челнах. И, ну, фактически, республиканский центр крови нам постоянно звонит после наших акций, говорит «Спасибо вам большое». Крови, ну, то есть у нас сейчас достаточно. То есть спасибо вам большое, мы вас ждем через месяц, условно говоря. Благодаря вашей поддержке, там, нашему партнерству с Академией Творческой Молодежи, они всегда говорят, что у нас в республике тфу-тфу-тфу, пока с возможностью получить кровь проблем нет. Проекты в сфере противодействия коррупции в молодежной среде, ну, то есть мы занимаемся пропагандой честности, справедливости, встречаемся со студентами накануне сдачи ими первой экзаменационной сессии, проводим, знаете, такие... Мол, не покупай, да, лучше, лучше выучи и издай нормально. Да, да, мы проводим такие уже больше интерактивные, образовательные проекты, так, квесты для школьников, где мы просто не говорим, что коррупция — это плохо, мы говорим, что важно быть честным человеком, важно быть профессионалом своего дела и зарабатывать честно. Наша организация еще проводит проекты в сфере поддержки мира и согласия на земле. Мы собираем студентов, молодежь с разных вузов или молодежь с разных муниципальных районов и разговариваем, проводим круглые столы, реализуем акции, направленные на поддержку мира, толерантности, на то, чтобы мы, как республика Татарстан, была гостеприимной к другим регионам, к другим странам, которые бы к нам приезжали. Фактически потому, что республика и так всегда является и позиционируется, это действительно так, что у нас все-таки две религии, два мира, много народов проживающих, и при этом эти народы проживают в дружбе, в согласии. Конфликтов достаточно мало. Поэтому мы, как молодежь, как молодежная ячейка, еще и свою небольшую лепту вносим, нацеленную на то, чтобы молодое поколение, которое росло, так же с этими ценностями и принципами жили в нашей республике. Ну и достаточно много таких инициатив, патриотическое направление. Вот сейчас республиканский конкурс, медиаконкурс «Наша победа». Мы запустили, собираем видеоролики на тему патриотического воспитания, интервью с ветеранами, тружениками тыла, на тему героев современного общества. То есть это, может быть, какие-то люди, которые проявили себя активно в сложных жизненных ситуациях. То есть вы не делаете прям большой упор на 71-ю годовщину победы, вы расширяете. Да, да, да. Это герой во все времена есть. Это да, это уже сложная сейчас тематика. То есть мы углубляться будем с вами, да, если говорить о патриотизме, да. Раньше всегда строилось патриотическое воспитание на военном патриотизме, и были свои герои, было на ком проводить воспитательные работы, скажем так. На чём примере? Да, на чём примере. А сейчас это достаточно сложно делать, ветеранов достаточно мало осталось. Вот я, у меня ещё пока есть такая возможность общаться со своей бабулей, она труженица тыла, ей 91 год, и мы, конечно, сейчас с женой постоянно вечерами проводим за тем, чтобы разузнать, а как было раньше, с какими принципами, с какими жизненными трудностями они столкнулись, и как они всё-таки, ну, прожили, а ведь всё-таки счастливую жизнь прошли после войны, поэтому это действительно здорово. А сейчас процесс воспитания не останавливается, и нужно идти дальше, и нужно воспитывать на примере уже современных героев, героев труда, героев каких-то нынешних боевых действий, да, героев, которые проявили себя, вот я как уже сказал, проявили себя добросовестно при каких-то жизненных сложных ситуациях, кого-то спасли, кого-то выручили. Вот на наш взгляд и эти сейчас примеры должны быть востребованы в молодёжной среде. А вот скажите, пожалуйста, в кадровый резерв считается самым большим проектом, можно сказать, у вас кадровый резерв потом, по-моему, вверх идёт, да, на конкурс как выпускной. И у меня много знакомых участвовали в этом проекте, кто-то пытался пройти туда, кто-то реально прошёл, и как вообще проходит отбор на этот конкурс? Там просто по отзывам моих друзей говорят, там, психологи такие сидят, они вообще до сути докапываются. Как вообще проходит отбор? Ежегодно в проект кадровый резерв приходит больше тысячи человек. Мы не включаем никакие административные ресурсы, мы просто пишем письма, делаем рекламную кампанию, размещаем афиши, естественно, используем социальные сети для продвижения нашего проекта. К нам приходят в проект разные люди, вообще совершенно разные. Просто они являются вот той категорией молодёжи, которая там от 16 до 30, до 35 лет, да. И студенты, выпускники, рабочая молодёжь, там, с промышленных предприятий, может быть, там, бывают и школьники старших классов. И вот здесь фактически, вот в проекте кадровый резерв в центре это человеческий ресурс, человек. На входе в проект есть тоже психологи, есть эксперты, ребята пишут тестирование на знание общего, там, на знание каких-то общих вопросов государственного устройства, на знание книги, например, которые мы там заранее даём им изучать. Просто вообще смотрим, как вообще человек готов учиться и готов ли выполнять задания в рамках нашего проекта. Мы говорим, там, за три дня прочитайте книжку. Вот и смотрим, прочитали они, в основном говоря, или не прочитали. Дальше, после этого отбора, который проходит 5-7 дней, мы с каждым проводим собеседование, у нас остаётся 150 человек где-то, которые вот в течение года проходят обучение очных и заочный этап. У нас бывают очные встречи, это 5-6 дней на территории молодёжных центров нашей республики. Приезжают спикеры, представители политики, государственные власти, депутаты, представители каких-то промышленных предприятий, просто тренеры и спикеры по личной эффективности, по командообразованию, по проектному менеджменту, по конфликтологии, по другим. И, ну, фактически прокачивают человека. На мой взгляд, сейчас не хватает системы образования. Система образования сейчас воспитывает профессионалов своего дела. Человека, который умеет и умеет работать. Но умеет ли он общаться с людьми, умеет ли он организовывать свою работу, умеет ли он проявлять свои лидерские качества, или умеет ли он работать в команде. Да, то есть это в основном формирует просто условия. Или родители, или институт, или школа. Условия, в которых он развивается. Ну, зачастую, то есть нет централизованного вот такого механизма в республике, в стране сейчас, по крайней мере, который бы вот воспитывал. Поэтому в том числе вот молодежная организация делает такие проекты, которые направлены на воспитание конкурентно способного молодого гражданина. Вот проект «Кадровый взрыв» является ярким примером вот этого процесса. Это сложный, это естественный отбор, это сложный процесс. В течение года вот такие вот обучения, да, дистанционные задания. Ребята каждый проводят акции, мероприятия. Сначала они проводят одни, на втором заочном этапе у них есть задание набрать команду, суметь их смотивировать и реализовать с ними совместный проект. То есть это проект, реализовать с ними проект или акцию. То есть это достаточно большой труд, который отнимает время, который отнимает ресурсы свои, да, который отнимает там, ну, может быть, просто свободное время. То есть команду они должны выбрать и любые... Из своих друзей, из своих, ну, или из своих, там, однокурсников, коллег по работе. То есть это не ограничивается кругом кадрового резерва именно тех ребят? Да, 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 да. Каждый из 150 человек должен набрать команду. Да, да, да. Мощно получается. Армяя такая была. На выходе, вообще на выходе, то есть тех людей, которые действительно прошли все этапы, бывает от 20 до 40 человек. Мы с остальными тоже работаем. То есть мы их приглашаем в дальнейшие какие-то наши другие проекты, другие мероприятия, или просто приглашаем на какие-то образовательно открытые встречи, которые проходят в рамках кадрового резерва. Но что происходит с этими 20 или там 30 финалистами проекта? Вот дальше уже как раз происходит республиканский конкурс молодых лидеров «Вверх», который называется. Вот здесь достаточно сложный жизненный экзамен. У ребят каждый день проходят конкурсные процедуры. Где-то они должны презентовать себя, где-то они должны презентовать свою идею, свой проект, где-то они должны пройти собеседование, которое проходит, знаете, на крупных корпорациях, на стрессоустойчивость, там, вот такие вот вопросы. Где-то они просто должны поработать в команде и провести пресс-конференцию. Мы просто за один день даем им задание, и они должны уметь грамотно распределить свою роль. И здесь мы сразу видим, кто из них лидер, кто умеет подстраиваться, кто не умеет подстраиваться, и за этот за один день задание не нашел, да, компромисса со своими коллегами. Разные задания. Поэтому это такая достаточно сложная, ну, такая моральная процедура вообще в жизни человека, конкурс сверх. Поэтому о нем много достаточно слухов входит, что это и интересно, и это и одновременно сложно. Лучших мы, ребят, отправляем на стажировки министерства со своим проектом, или даем возможность уже пройти собеседование на трудоустройство. Если это, соответственно, выпускник уже, то у него больше шансов, конечно, остаться в министерстве, ведомстве или каком-то предприятии, на котором он захочет. У нас ребята и проходят там в каких-то, ну, в разных организациях, в общем, долго перечислять. А есть ребята, студенты, которые просто проходят практику, получают опыт, получают контакты, связи, то есть возможность, может быть, в дальнейшем, пока он учится советоваться там по своему идее, по своей проекту. Я вообще за то, чтобы у каждого человека были какие-то мысли, да, какие-то идеи, которые бы его волновали. Вот если человек ничего не волнует вообще в жизни, я считаю, что это плохо для человека. Его должно что-то волновать, он должен хотеть что-то развивать, что-то изменять в лучшую, в позитивном, конечно, русле, да, и это будет импульс к его движению, к его развитию. Поэтому вот чаще всего с такими людьми мы и работаем. Ну, позволим себе немного пофантазировать. Насколько я знаю, вы родились во времена Советского Союза, если не ошибаюсь. Чуть-чуть, да-да-да. Вот. И давайте представим, что сейчас у нас Советский Союз. Вот как бы жила ваша организация или где бы вы сейчас были? Вы бы пошли бы в комсомольцы, пионеры? Ну, я бы, наверное, пошел, да. Я вообще человек, который постоянно где-то, где активная движуха. Я в школьные годы работал в театральной, активно себя реализовывал и обучался в театральной студии, не поседая в институте, играл в КВН, был директором студенческого клуба, занимался развитием творческого направления, да, в КГФИ, финансово-экономический институт был тогда, выпускник КФУ. Потом вот проект кадровый резерв, лига студентов, в которой я был два-три года, на руководящих постах мы делали проекты. Поэтому, наверное, если бы было в советское время, сейчас бы я бы пошел в комсомол, в пионерию. И там, я не знаю, как там было и какие там были правила игры, правила жизни, да. Ну, наверное, я бы пошел и адаптировался, справился бы, что-то, может быть, свое инициировал. Ну, попробовали бы себя все-таки в этой сфере. А расскажите вот в целом о своем пути, с чего вот начинали? Вот начинали вы... Начинал я со школы, стеатральной студии, активно учился, КВН в ВУЗе, потом меня заметили, ну, и мои какие-то организационные, организаторские способности, меня пригласили стать директором студенческого клуба, соответственно, это день первокурсника, студенческая весна ВУЗа. Ну, как говорят, все КВНчики хорошие режиссеры, да? Не знаю, да. Организаторы. Да, организаторы, наверное, да. То есть, поэтому в какой-то момент сначала там я тоже, да, с ребятами пытался там шутить, шутки придумывать, потом я понял, что вот у каждого должна быть своя роль, да. Вот у меня получилось в какой-то момент собрать команду, сплотить. Были разные сложные моменты, но мы их пережили и в итоге стали чемпионами КВН. Сначала в студенческой лиге, а потом в 2007 году, а в 2009 году стали чемпионами Лиги Республика, наша команда. Поэтому, то есть, каждый выполнял свою роль, кто-то писал шутки, кто-то вот, который я организовал процесс, создавал условия для того, чтобы команда развивалась, там, штурмила, ездила на показы, вот. Ну, и, соответственно, другие мероприятия в вузовской среде организовывал. А вот в 2009 году, это мой был четвертый курс, нас пригласили на какой-то пилотный новый проект кадровый резерв. Вот как я вошел в кадровый резерв, так и моя жизнь кардинально переменилась, потому что фактически вот с вузовской среды я окунулся в республиканскую среду. Здесь больше людей, больше знакомств, глобальные цели, да, какие-то, ну, то есть, на уровень выше стал. И тогда вот уже, побывав в кадровом резерве, пройдя стажировку свою, как победителем я был, я проходил стажировку в Центре информационных технологий, который в то время возглавлял Никифоров, нынешний министр информатизации связи Российской Федерации. Тогда, то есть, я помню, под его началом я реализовывал свой проект, мы создали для тех молодежных организаций, у которых нету, ну, как бы, средств, да, на свой какой-то сайт, мы создали на портале tatar.ru, на государственном портале, вот свои ячейки, свои, ну, как бы, свои сайты, свои порталы. Это дает возможность тем организациям, у которых нет, может быть, каких-то средств на сайт вести постоянную активную деятельность в интернете. Есть три-четыре организации, которые до сих пор меня встречают и говорят, спасибо большое за такой проект. А потом Лига студентов. Три-четыре года, ну, два-три года, это проект и студент года, это на мой век, скажем так, да, на мое время попало и первое проведение республиканской студенческой весны. Я был вот в составе трех инициаторов, да, активистов Лиги студентов, Тимур Сулейманов, который сейчас возглавляет движение «Солят». Я был тогда, Диляр Вагапова, солистская группа «Мураками». Вот мы тогда штурмили и благодаря той вот команде, которая была в Лиге студентов, синициировали при поддержке президента республики первую республиканскую студенческую весну. Хотя ее уже много лет просили, муниципальный район, сделайте, давайте сделаем общую. Ну, вот тогда получилось, и сейчас это уже стало традиционной весна. Ну и многие проекты по команде образованию в Лиге студентов, по какому-то образовательным процессам для студентов. Был большой жизненный опыт там. А вот потом проект «Кадровый резерв», вспоминая своих выпускников, там был исполнительный директор, который обратился ко мне и сказал, «Валентин, давай-ка ты вернешься в альмаматор свою, да, в свой проект «Кадровый резерв», в котором у тебя все началось, и возглавишь его». Мне было это всегда интересно, и я с удовольствием его возглавил, стал вот, полностью перешел в «Кадровый резерв», а это большая работа ежедневная, потому что это ежедневная работа с людьми. Мне вообще нравится создавать условия для развития людей. Поэтому вот такие проекты, как «Кадровый резерв», «Форум», да, который развивает идеи, я получаю душину, когда вижу, что ребята просто приходят благодаря, или я вижу, которые даже не благодарят, но я вижу, как они развиваются, есть успехи. Я не говорю, что мы учим, как правильно жить, нет, это не это мы учим, но мы даем какое-то вот условие, возможности для того, чтобы человек раскрылся, чтобы он нашел нужных людей для него, чтобы он нашел там нужную компанию, партнеров, друзей, для того, чтобы дальше идти по жизни смело, весело, бодро, позитивно. Поэтому вот «Кадровый резерв», ну и потом, вот, как я вначале сказал, уже поколение сменилось, и я единогласным решением был выбран руководителем Академии творческой молодежи, которая вот уже реализует и «Проект Кадровый резерв», и другие. И вот как раз подошли к этому вопросу. Да. Сейчас вы президент Академии творческой молодежи. Вот, и каково это быть вообще президентом, президент, громкое слово, вот, президент России, президент республики. Да, у нас вообще два президента, это президент России, президент республики, по уставу мне называется такая должность, поэтому я так считаю себя достаточно скромным человеком, поэтому, когда есть возможность, я говорю, что я не президент, я вот руководитель, да, или там лидер Академии творческой молодежи. И вот чем вы занимаетесь, находясь в этой должности? В основном вот. Моя задача прямая, это быть старшим товарищем и руководителем всех проектов в нашей организации. Наставником, куратором, координатором. Соответственно, моя задача найти проблемную точку, где мы можем синициировать свой проект, придумать этот проект, наша задача потом дальше расписать его, прийти в министерство или податься на грант, защитить этот проект, сказать, что он действительно важен, получить субсидию, грант и начать его реализовывать. Есть команды по разным направлениям, соответственно, моя задача как руководителя, ну, смотивировать эту команду, показать плюсы для человека, показать плюсы вообще для республики от этого проекта. Ну и моя задача обеспечить полноценную работу всех сотрудников, как бы всех активистов для того, чтобы тот или иной проект достиг своей цели и тот или иной проект принес пользу людям, принес пользу республике. А с другими общественными организациями, не Татарстана, а других областей, краев, республик, вы работаете как-нибудь? Наша организация в сентябре 2015 года вошла в состав Национального совета детских и молодежных общественных объединений России. То есть мы фактически являемся вот, ну, ячейкой, да, как бы работы с молодежью вот этого Большого Национального совета. И где вот на заседаниях этого совета есть возможность пообщаться с другими коллегами, с другой, с других республик, с других субъектов. Общих проектов пока у нас немного, это в основном какие-то крупные проекты, где мы соприкасаемся, будь то универсиада, там, факел огня универсиады, да, или там Финна, куда приезжают волонтеры, ребят, то есть мы уже общие знакомые, видим, о, вы к нам приезжаете в Казань, давайте все, встретимся обязательно. Таких проектов каких-то межрегиональных нету, но вот есть только общая работа вот с Национальным советом, которого мы выстраиваем, ну, как бы для, знаете, такой формирования общей повестки, общих целей вообще работать с молодежью в стране. — А предлагали вам перейти вот в другой регион? — А, нет, нет, не предлагали. — Намеков даже не было? — Нет, ну, я являюсь руководителем полтора года, но при этом, конечно, активистом и руководителем проектов разных, да, в республике, в молодежных проектах, являюсь достаточно давно, вот у меня есть, видите, значок члена общественной палаты, ну, то есть, видимо, я тоже думаю, что так за активную работу вообще в сфере молодежной политики, в сфере развития институтов гражданского общества, да, которыми являются общественные организации, меня вот, ну, подтвердили, да, согласовали мое участие в общественной палате, общественная палата занимается развитием институтов гражданского общества, как молодежных общественных организаций, как и взрослых общественных организаций, которые объединяют, там, ветеранов объединяет, да, объединяет, там, профсоюзные организации тоже являются общественными организациями, ну, то есть, разных. И вот, фактически, такой статус сейчас мне позволяет уже вместе с моими коллегами из других молодежных общественных организаций или просто организаций, которые работают с молодежью, думать, общаться, рассуждать и какие-то цели, задачи планировать по тому, как выстраивать в республике патриотическое воспитание, как выстраивать в республике молодежную политику, работать с молодежью в республике. Вот так вот. Движение молодых ученых и специалистов отвечает тоже за организацию, отвечает за секцию на форуме инноваций. Координационный центр развития добровольчества отвечает за площадку территории добровольчества. Другие организации отвечают за свои площадки. Вот здесь вот мы, объединяясь, проводя общее совещание, набираем, ищем идеи, проекты для республики. Вот здесь вот мы работаем сообща. Есть какие-то проекты, которые мы совместно реализуем. В свое время конкурс ВЕР был вместе с ресурсным центром молодежи, который есть такая организация. С лигой студентов какие-то общие проекты мы проводим в сфере антикоррупционной работы с молодежью. В сфере пропаганды, мира и согласия. Есть такие проекты, в которых мы работаем как партнеры, как соорганизаторы таких мероприятий. Хотелось бы обратиться к статистике. У вас, скорее всего, есть такие статистические данные, когда набираете народ на кадровый резерв или на другие какие-то проекты. С какого вуза больше всего ребят к вам приходят? Приходят больше, во-первых, по муниципальным районам, конечно, всегда больше приходят с Казани. Потом это Челны, Альметьевск, Нижнекамск и другие уже районы. Если говорить по вузам, то, конечно, это Казанский федеральный университет. Огромное количество всегда во всех мероприятиях республиканского характера принимают студенты федерального университета. Также активны студенты Энерго, Технологического университета, Технического университета, Институт экономики, управления и права. Наверное, всегда лидером по количеству участников является федеральный университет. Вы говорили, что таких победителей проекта, финалистов 20-30 человек проводите на стажировке в министерство, которое они захотят. Да. И вот, допустим, молодой человек, ну, приду к примеру себя, вот если бы я был у вас кадром резервы, достиг бы этой стадии, вот я не являюсь жителем, ну, жителем-то я являюсь, я не родился именно в Татарстане, я из другого округа федерального вообще, и я не желаю проходить стажировку в Татарстане, а желаю проходить у себя. Что делать? Такое возможно? Конечно, нет. Потому что это республиканский проект, и он направлен на то, чтобы человеческие ресурсы, талантливые ресурсы, оставались в республике. Для того, чтобы они развивали себя и развивали республику. Поэтому это и, ну, поддерживается этот проект непосредственно правительством республики и президентом. Поэтому проект и вся республика заинтересованы в кадрах для Татарстана. Коротко, четко, ясно. В этом году и в прошлые годы к нам приезжает достаточно много участников в проект кадровый зерда из Башкирии, из Удмуртии, вообще из многих регионов соседствующих, да, с республикой Татарстан. Многие участвуют, многие проходят и, ну, и остаются, являются победителями. Потом они просто как уже, будучи выпускниками, или остаются здесь зачастую. Поэтому вот с такими ребятами мы, конечно, работаем. Потому что республика всегда заинтересована в талантливых людях для того, чтобы они развивались здесь. Да, ну, хотя, что им мешает сделать так, допустим, пройти вот этот проект, пройти стажировку, поработать, набраться опыта и поехать к себе. Может, ничего не мешает. Продвигать то и ваше дело, можно сказать. Ничего не мешает, да, действительно. Но зачастую, ну, то есть общаясь с ребятами, потому что мы в течение года это право обучение, зачастую все ребята, которые остаются до конца, они, конечно, нацелены на развитие и жизнь в республике Татарстан. А какая поддержка вот именно со стороны правительства республики Татарстан? Как они помогают? Может, инфраструктуру какую-то дают именно там? Да, смотрите, у нашей организации нет текущего финансирования. У многих организации оно есть, ну, просто на организацию деятельности. Поэтому мы живем от и работаем от тех идей, которые к нам приходят в голову, которые солидарны и, ну, сходятся с задачами министерств, министерства молодежи, министерства образования и других. Да, мы поддаемся на гранты, выигрываем гранты, которые проводят и в нашей республике, и федеральные гранты, которые тоже нацелены на вот развитие молодежной политики, на реализацию проектов в молодежной среде. А тяжело ли вообще вот выиграть эти гранты? Тяжело. Тяжело. Есть, конечно, проекты, которые непосредственно поддерживаются вот президентом. То есть я сейчас уже, я сказал про гранты, да, про какие-то субсидии. Вот, например, кадровый резерв — это исключительно проект, который поддерживает Рустам Нургалич и Механов. Мы ежегодно пишем письмо на то, что вот, ну, как бы отчитываемся об итогах работы, да, кадрового резерва за этот год. Ну, и фактически просим его поддержать реализацию проекта в следующем году. Но он не отказывается. Пока не отказывается, потому что есть результаты у проекта. Я думаю, что когда их не будет, не будет поддерживать. Не дай бог, чтобы такого случилось. Но я думаю, что так как мы действительно в проектах делаем правильное дело, мы делаем полезное дело, поэтому, ну, и, соответственно, всегда стараемся идти в ногу со временем. То есть если какие-то есть, ну, тенденции, да, какие-то актуальные новые технологии в воспитании, мы их стараемся учитывать. Ну, и планы на будущее. Мои личные или организации? Ну, организации. Планы на будущее организации. Ну, и достаточно много. Не хотелось бы раскрывать сейчас, может быть, какие-то идеи, потому что их нужно проработать, да, для того, чтобы они действительно зашли на аудиторию и были востребованы интересными молодежному обществу. Мы также планируем в дальнейшем выстраивать отношения с федеральными организациями для того, чтобы привлекать сюда крупные мероприятия в республике в сфере молодежи. Кадровый резерв в дальнейшем будет развиваться по отраслям. Мы так это видим, что там отрасль экономики будет отдельно, отрасль промышленности, отрасль, возможно, педагогики, да, какой-то педагогической отрасли, где вот молодежь в экономике, в педагогике, в промышленности, в политике нужно поддерживать. И вот мы будем применять все технологии, но уже как бы идти по отраслям, тем самым мы считаем, что будет эффект, результат выше и полезнее непосредственно для отрасли. По другим проектам, развитие его донорства, вот сейчас у нас есть планка, которую мы достигли, да, то есть мы с каждой своей акцией обеспечиваем донорскую кровь, да, для нашей республики. Ну, нужно выходить какой-то на новый этап, то есть нашей программы, мотивационной программы, да, для доноров, волонтеров, достаточно для того, чтобы привлекать каждый раз. Ну, нужно что-то делать дальше, нужно вот развивать донорство и, прежде всего, здоровый образ жизни. Вот это вот задача, которую мы себе поставили, разработать и инициировать проект вот по здоровому образу жизни для всей республики. Единый или пока какой-то пилотный, знаете, в городе, там, в Казани, например, в Челнах, для того, чтобы потом его транслировать по всей республике. А проекты как вообще, вот сами по себе запускаются? Охотно или их надо вот заводить, заводить, заводить? Обязательно надо заводить, потому что... Был такой опыт уже? Нет, все проекты нужно заводить, потому что в проектах работают люди, работают чаще всего, ну, как уж работают, да, организовывают студенты или, например, выпускники, А ведь это разные, разные люди, там, мальчики, девочки разных возрастов. Нужно, ну, нужно, чтобы, нужно, чтобы ребята увидели общую цель, нужно, чтобы ребята увидели интерес, как бы, для себя и интерес для республики, важность того, что ты делаешь. Поэтому, конечно, какие-то проекты, ну, удается сразу запустить, какие-то бывают и в течение года мы не можем найти партнеров и поддержку. Какие-то в течение, там, и года, и полутора лет. Бывает такое, конечно. Ну, теперь давайте вернемся к главному вопросу нашей программы. Для чего, зачем нужны общественные организации? Вот коротко, тезисно. Сможете ответить? Постараюсь. Общественная организация — это прежде всего социальный лифт. Лифт для развития молодежи. Лифт предназначен для того, чтобы с первого этажа, да, подняться наверх, на высокий этаж. Поэтому это процесс развития и воспитания себя как личности. Соответственно, общественная организация вот создает условия для того, чтобы ты смог быть конкурентоспособным человеком. Умел нормально выстраивать отношения с людьми с разного поколения, с разного возраста, с разным статусом, да, с людьми. Чтобы ты смог проявлять свои лидерские качества. Или же, когда ты смог бы проявлять свои какие-то командные качества. Уметь так подстроиться, да, под общий коллектив и суметь выполнить задачу. Стрессоустойчивость, бесконфликтность, да, организованность, умение правильно найти вовремя принять управленческое решение нужное. И прежде всего, общественная деятельность призвана для развития общества и для развития того государства, в котором эта общественная деятельность существует. Многие взрослые люди, бизнесмены, добившись каких-то там своих результатов, прибыли, идут в политику. Общественная деятельность и политика, она в какой-то степени соприкасается. Это политика во взрослом уровне, а вот в молодежной среде это общественная деятельность. Это возможность проявить себя, да, чего-то добиться, чему-то научиться. Я считаю, мое личное мнение, что общественная деятельность позволяет любому человеку, который бы в него зашел, раскрыться больше, чем бы он просто ходил в вуз, ходил в школу, занимался дома, играл во дворе, футбол и прочее. В футбол надо играть, конечно, в вуз надо ходить. Но нужно еще входить в общественные организации. Не важно, не обязательно долго оставаться, но надо посмотреть вообще, что это такое. Нужно раскачать себя, вытащить себя из какой-то, знаете, зоны комфорта, чтобы там не просто лежать дома, а вот постоянно будет движение. Продестировать себя, готов ли я к такой жизни, ну вообще в жизни, к обществу. Ну что ж, на этом время нашей программы подошло к концу. К сожалению, так бы еще бы что-нибудь рассказали. В следующий раз обязательно. Я надеюсь, дай бог, чтобы вы пришли. Я напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был президент региональной общественной организации Академии творческой молодежи Республики Татарстан, Валентин Шахабалов. Валентин, большое вам спасибо, что пришли, уделили нам время. На этом все, наша программа подходит к концу. Вы смотрели программу «Разговор по чесноку». Меня зовут Роман Плинсков. Увидимся, до свидания. До свидания. «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин